Всем привет, друзья! С вами Вадим Двак и Хаос, и, пожалуй, пришло время снова обратиться к нашей интересной теме, а именно к невидимым мортирам. Я уже играл этой стратегии несколько раз, и вроде как даже ни разу не выигрывал, к сожалению, многих зрителей. Я знаю, что как-то эта тема закралась к вам в душу, новые зрители, наверное, не знают, но существовала такая стратегия, как невидимые мортиры, но, по сути, иногда сейчас ее используют, но в таком не ярко выраженном виде, а так. Ну, то есть несколько мортир спрятали, и типа довольны. Вот, но я же не вижу никаких компромиссов тут, сразу жесть, сразу хардкор, сразу все мощно. Ой, я барак зачем-то построил. Ну, ладно, буду тогда вести обычную жизнь вначале, но, конечно, это никак не повлияет на лейтовую стратегию, это будут обязательно невидимые мортиры, как-то я заговорился, и поэтому построил барак. Ну, буду просто прокачивать героя там немного и так далее, возможно, как-то харасить, крепиться, но главное, чтобы это мне не помешало в продвижении по основной цели. Так вот, фишка состоит в том, что вы прячете магичками мортир, и приходите к противнику на базу. Хотя, не ладно, да, строится барак. Приходите к противнику на базу, и он ничего не подозревает, а вы практически мгновение с одного залпа сносите ему базу. Ну, и по сути, дальше вы можете там, например, телепортироваться, а можете там еще какие-то здания посносить, и, конечно, законтрить вот прям вот так вот, прямо эту стратегию не так-то просто, потому что гигантский такой мощный залп по вашему дому, практически его не остановить. Ну, тут надо смотреть, во что развивается противник, харасить его. Ну, я имею в виду человек с мортирами, потому что, ну, по сути, в начале, конечно, он проседает. Если он вообще не строит футов, то тем более проседает. Я построю несколько футов, но все равно это будет слабая защита в начале. В принципе, если меня будут прямо пробивать, то, конечно, у человека это получится. Сейчас, в принципе, используют эту фишку. Я, наверное, все-таки Близзард возьму, чтобы быть ближе к истокам этой стратегии, чтобы еще и заливать противника сверху. Сейчас просто берут, там, например, несколько мортир прячут, приходят, там как-то это используют. Ну, так, не очень выразительно. А эта карта называется, кстати, Остров Беззакония. Очень старая олдскульная карта. Раньше на ней часто играли на всяких турнирах. Ее фишка в том, что ее немного переделали, добавили... А, это, кстати, вроде не переделанная эта версия или не переделанная? Да, это не переделанная версия. Ну, то есть, неофициальные турнирные переделки есть. Но вообще ее меняли тем, что добавили вот здесь вот дерево. И это дерево очень сильно влияло на игру, как это неудивительно, потому что можно было пройти и без всяких там потерь по ХП и так далее купить сапог можно было там героям оттуда. А потом посадили вот это вот дерево. Прям вот буквально на моих глазах, можно сказать, это происходило в те времена, когда патчи для варика были чем-то более существенным, чем сейчас. Что-то там поменяли, там несколько мелочей и типа патчем назвали. Ну, сейчас буквально на днях, возможно, к моменту выкладывания этого видео уже даже это и сделают, собираются сделать новый патч, но изменения там, конечно, копеечные. Прямо скажем так. Так, ой, как все плохо-то. Надо отводить футов. Будем заливать. Что-то... Ну, нет, в принципе, не так-то все плохо. Единственное, футы мои будут продамаженные, но ничего. Играю я против одного из зрителей. Не самого, наверное, скиллового, по его же словам. Но, естественно, если я сам не супер-мега-профессионал и играю всякими фан-стратегиями, то правильно, что я беру себе не таких прям жестких противников, иначе могут быть проблемы. Надо построить таверку обязательно. Ну, иначе как выиграть-то? Человек с равным скиллом дикой стратегии практически никак. Так, сразу заливаем. Футменами так поманим. Ну, нормально. Бьют архимага, футмен в сетке. Он даже может, кстати, и драться, в общем-то. Вот такие вот у меня заливательные стратегии. Даже не знаю, видимо, все-таки придется построить магазин. Все-все-все, хватит. У-у-у! Да, нормально. Ну, почти, кстати, третий левел. Видите, вот на пару с этими замечательными пацанами сделал. Так, ну, здесь, видите, карта такая, что здесь в глубине базы можно спрятать все, что угодно. Надо построить, естественно, обязательно башню, потому что я почти юнитов не строю. Моя стратегия направлена под лейт и так далее. Так, ну, можно сделать даже броню зданием. Блин, какие у меня все дохленькие. Здесь, кстати, такие жирненькие драконы, из которых выпадают очень мощные артефакты. Типа, например, кинжал мага могут из них выпасть. Это дающий блинг. Хотя, можно, конечно, своих футов зарезать, а герой сам со временем отрегинется. Давайте так и сделаем, наверное. Так, ну что, почти у меня доделался грейт, и я забыл сделать кузницу. Поэтому давайте лучше поздно, чем никогда. И делаем, делаем, делаем. Естественно, я сейчас не смогу сделать мартирню, потому что для нее нужна кузница. Так что ждем. Деньги копятся. Построю двух рабочих с горя. Построю еще ферму. Построю еще одну ферму. И давайте сгоняем к рагу. Посмотрим, что у него там. Проведаем его, в общем-то. Может быть, у него вообще там все стоит, у него производство, и все плохо. Так, надо обязательно ускорить постройку кузницы, потому что без нее никакой мастерской не получится. Ну, то есть, надо сначала выковать молоток. Выковать молоток. И с которым ты построишь мартиру. Сомнительно, ну. Сомнительная тема. Ого, так, стоит хэт-хантер у него. Угу. Два барака. И рабочие бегают. Ой-ой-ой. У него тут серьезно. Конечно, если бы он пришел ко мне на базу, возможно, он бы меня вообще мочкал. Телепорт. Смотрите, телепорт от него. Сразу видно, что собственные зрители меня уважают. И даже в момент прихода всего лишь одного юнита, точнее одного героя, он все равно телепортируется, ожидая... Ой, ты что, не рубишь, Вась? Ожидая какой-то опасности. Так, ну и давайте делаем... Нет, сначала построим магичку, потом сделаем на нее грейд. Буквально там нескольких магичек хватит здесь, потому что... Ну, им всего-то надо спрятать. И все. Так, все. Конь у нас, видите, убежал. А можно теперь, смотрите, вот так вот, опа-опа-опа-опа, и с другой стороны побежать. Вот так вот. Так, магичка строится. Даже две магички сделаю грейд. Ну, надо сначала строить магичек, потому что у них идет регенерация манны. Хотя, скорее всего, если ты сделаешь грейд на магичек, то магички уже с большим базовым значением манны будут выходить. Так что тут даже не знаю, как и лучше. Конечно, более показательные игры, когда на тебя еще и нападают, и ты пытаешься отдефаться мортирами. Но, в принципе, если противник серьезно настроен тебя сносить, то ты можешь отдефаться, что башню. Мне нравится. У него вот эта вот всегдашняя защита некоторая на базе. Два хэтхантера. Он как будто знает, какая будет у меня стратегия, и уже готовится заранее. Ой, ой, ой. Сейчас, походу, у него будет большое количество человеческих или, точнее говоря, орковских жертв. Так, конечно, делать нельзя. А телепорта у него нету. Просто отходим. Что-то у него два рабочих остальных. Давайте их зальем. Смотрите, ведет новых. Он просто не щадит своих пацанов. Все, двух этих забрали и убегаем. Можно и отдаться. Вообще, можно отдаться об крипов, чтобы не хиляться, потому что я задолбуюсь хиляться. А так мне герои в ближайшее время не нужен. Ой, мортиры не строятся. Ой, мортиры не строятся. Это фейл. Ой-ой-ой, отдался я об крипов. Но этим крипом оказался Блэйдмастер с когтями. Так, ну что же. Воскрешаем героя. И достраиваем мортирки. Делаем еще одну ферму до 50 лимита. Смотрим. 50 маны, по-моему, стоят невидимость. Ой, как долго она делается. Ну, то есть, в принципе, наверное, надо построить еще одну магичку. Так, мортирки, видите, целых 3 лимита у нас. Ну, даже не знаю. Так, 50, да, маны? То есть, ты можешь 4, ты можешь 4. Нет, меняем магичку. Хотя нет, все пока помещается. Нет, не помещается. Черт. Можно героя, конечно, убрать из этой связочки. Он лишний. Можно рабочего отдать. Ну, ладно, давайте сейчас совершим разбойное нападение на нашего противника. Сколько у меня мортирок-то? Маловато, маловато. Ну, ладно, уже магичка доделалась. Что сделать? Совершим разбойное нападение на нашего противника с помощью архимага и мортир невидимости. Правда, архимага все еще нет. Ну, и ладно. Давайте совершим разбойное нападение без архимага. Оно будет не менее разбойным. Тем более, он там на коне быстренько доскочит. Этим чувакам еще пушку с собой таскать. Вот они, невидимые мортиры. Их, как вы понимаете, не видно врагу. Ну, и, соответственно, они доходят до вражеской базы и устраивают жесть. Так, вот магичка пошла прятать нашего верховного конекомандующего. Ну, и можно, наверное, выходить из лимита уже, в принципе. Что экономить? Построим еще мортирки. И выхожу, конечно, я из лимита, но ничего. А, кстати, надо было сделать грейт на мортиры. Тоже важный такой момент. Фейл, что не сделал. И встаем куда-нибудь вот сюда, чтобы противнику было сложно до меня добежать. И устраиваем жесть. Он, конечно, не очень сильно развился, но я думаю, что даже тир-2 дом его бы не очень спас, честно говоря. Так, ну, я тоже... Ой, смотрите, сколько у него пацанов. Ха-ха, он стоит такой... Блин, ай, ой, чуть дом не проатаковал. Ой, жесть какая. Пустите меня, пустите. Забавно. Вот его не совсем высокий скилл, даже некий плюс для него. Так, ну что, давайте начнем заливать. А этими пойдем валить дом. Он сразу пошел в атаку, но дом как просто, как по маслу уносится, как вы видите. Очень жестко. Он пытается завалить мортиры, но ничего у него не получается, и все. До свидания дома. Он убил мне, конечно, одну мортиру, но это и все. И все. В общем-то, что я могу сказать? Дома, дома как не бывало. Можно теперь делать еще рейды на его базу. Надо только купить телепорт. Благо у магичек постепенно отрегенивается манна. Давайте совершим еще одно не менее разбойное нападение. Главное, на героя не так рано вешать эту тему, потому что на героя заклинания действует меньше. Вроде как эта невидимость тоже меньше. Вот есть какие-то такие моменты, видите, которые не очень важны, поэтому не очень их знаешь. Блин, это самая важная магичка с манной где-то там сзади оказалась. Ой, а ты героя можете спрятать? Я пошел разведывать ему вторую базу для того, чтобы понять, вдруг она у него есть. Если есть, конечно. Но так-то вот можно, конечно, следить просто за противником, осаждать его базу раньше и строить несколько баз. Потому что, ну, пока ты свою вылазку с мортирами совершишь, пройдет довольно много времени. Он не может здесь прямо в наглую построить у него башню на месте его будущего. Вот смотрите, он проходит прямо-прямо рядом со мной, но он не видит меня. Можно его потроллить, типа, эй, чувак, что делаешь? Можно совершить невидимое нападение на него здесь. Так, давайте сделаем черный порох. Второй играет на атаку. Оп-оп-оп. Ох-ох-ох-ох-ох. Смотрите. все достают, к сожалению. И конь такой. Охранник не спит. Охранник, да, охранник не зряет свой хлеб. Но просто уничтожение базы. В прямом эфире прямо вот так вот в наглую разносится парнишка. Он сейчас, конечно, бежит на помощь, но он не может телепортироваться на свою базу по причине того, что у него нет телепорта и не на что, в общем-то, тут телепортироваться. Он к тебе прибегает. Он прибегает ко мне. Ответный удар. Вы видите, он сражается с фермами. Нет! Убегайте, родные! Убегайте! В атаку, но его база будет, конечно же, сейчас разнесена на мелкие кусочки, потому что ну, мортиры, конечно же, сносят здание быстрее, чем всякие блэдмастеры. Нет расходов, зато, видите, и расходы. Есть доходы. Есть доходы. Ой-ой-ой, как все плохо. У него, смотрите, сколько войск. А у меня одни мортиры, только осадные орудия, но сейчас мы доломаем его дома. Скорее всего, он нигде не отстроился. А что, если у него в левом был? А стоило бы. Может быть. Но, скорее всего, нет. Есть! Смотрите-ка! А-а-а! Вы посмотрите, у него еще есть что-то! Вот это жесть! Вот еще меня завалит сейчас! Где его здание? У меня-то ничего нету. У-у-у, рабочий бегает. А у меня вон там башня стоит. Нормально, нормально. Вы посмотрите, какой он хитрый. Может, рабочий хотя бы одного сэкономить? Не знаю, нормально. Вы посмотрите, какой хитрый, хитрый мой зритель. У него еще есть здание. Я-то думал, так, он играет средненькое, как бы, ну, никаких... Ой-ой-ой, здесь рабочие стоят и дом строится. Вот это поворот! Невидимый дом против невидимых мортир. Так, он сейчас попытается своих рабочих спасти. Они идут на мортир, вы посмотрите! Ну, а мы сейчас их всех убьем, и это победа! Вот так вот, видите, заставил под конец немного парнишу нервничать, построил еще одну базу. И самое забавное, что по очкам он впереди. Но мортиры, конечно, сносят здание очень быстро, и поэтому их, конечно же, не опередить. Ну что же, друзья, всем счастливо, всем пока, до новых встреч!